МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Дистанционное обучение вернуть, кружки и секции закрыть. Такие предложения обсудили на заседании Оперштаба. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта музыка будет вечной. В Театре оперы и балета стартовал Международный оперный фестиваль. IT-практик-лаб в столичной школе номер 11 открылся цифровой центр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Показатели заболеваемости ковид-19 в регионе продолжают расти. Только за последние сутки 101 человек заболел, 145 выздоровели, 10 умерли. Сегодня на заседание Оперативного штаба по коронавирусу поступило предложение отправить учащихся 6-11 классов на дистанционное обучение, занятия в кружках и секциях отменить. Кроме этого, рассматривают возможность прекращения работы кафе и ресторанов в торговых центрах. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в регионе – 1,05%. Заболеваемость и суточный темп прироста пациентов с ковид-19 – 0,8%. И эти показатели ниже среднероссийских, отметил на заседании министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. Наряду с увеличением количества больных растет и коечный фонд республики. Сейчас развернуты 3040 коек. Еще 240 формируются в санатории Чувашия-курорт. По состоянию на 20 ноября на стационарном лечении находятся почти 2600 человек, из которых тяжелых пациентов – 635, крайне тяжелых – 55 человек. Особое беспокойство вызывает рост больных среди учащихся. По образовательным учреждениям, по состоянию, на вчерашний день выявлено 17 049 учащихся межпределения острых и эспираторных вирусных инфекций, в том числе с ковид-19 – 295 человек. По состоянию на вечер вчерашнего дня в 13 образовательных коронавирусной республики установлено ограничительные мероприятия по случаям выявления коронавирусной инфекции в двух дошкольных организациях, в 11-ти и в общообразовательных организациях. За контактом в основном медицинском наблюдении в образовательском организации проведена заключительная дезинфекция, введены ограничительные мероприятия. В связи с ростом заболевших среди школьников поступило предложение учащихся с 6 по 11 класс перевести на дистанционное обучение с 23 ноября по 13 декабря. Перевести обучающихся в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях на дистанционный формат обучения, приостановить деятельность детских образовательных учреждений дополнительного образования, приостановить деятельность фудкортов в зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, уменьшить количество участников спортивных и тренировочных мероприятий до 25 человек в помещениях и до 50 на открытом воздухе. Сейчас у нас прописано в два раза больше. Еще одно предложение Роспотребнадзора – приостановить проведение мероприятий общероссийского, республиканского и местного значения в очном формате. Все предложения, озвученные на заседании, вступят в силу после подписания указа главы региона. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии начали строительство высокоскоростной автодороги М-12. Она связана с столицей России, Москву, с Казанью. Скоростная автодорога – часть международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Ее протяженность по Чувашии составит более 90 километров. Она пройдет по шести районам республики – Шумерлинскому, Вурнарскому и Бресинскому, Комсомольскому, Канажскому и Янтиковскому районам. Подрядчиком по итогам конкурсных процедур стала АО «ДСК Автобан». Стоимость контракта составила более 60 миллиардов рублей. Наша компания также начинает уже строительство. Сегодня начинается передислокация строительных управлений. Начинается строительство базы подразделения в Шумерлинском районе и Бресинском районе. В рамках проекта для местных жителей появится 500 рабочих мест. Нужны инженеры, механизаторы, водители и дорожные рабочие. Специалисты отмечают особенность скоростной трассы. Благодаря тому, что на этой дороге не будет второстепенных примыканий, не будет одноуровних развязок, это позволит на этой трассе переводчикам и автолюбителям развивать скорость до 130 км в летнее время и до 110 км в зимнее время. Значительно разгрузит федеральную автодорогу М7. Ну и кроме этого, благодаря тому, что многие предприниматели будут принимать участие в строительстве данной дороги в тех или иных условиях, я думаю, даст определенный импульс экономическому развитию нашей республики, позволит дополнительно загрузить трудовые ресурсы нашей республики, ну и появится просто дополнительная прибыль в результате такой работы. Завершить строительство дороги планируют к лету 2024 года. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Республика. Состояние столичных мостов и путепроводов стали объектом проверки депутатов Чебоксарского городского собрания. Поводом для этого послужили негативные комментарии гаражам в социальных сетях. Чебоксарцы стали с большим вниманием относиться к благоустройству столицы. Гуляя, они обращают внимание на плохие дороги, обветшалые здания, открытые тепловые сети. Одним словом, на все то, что явно портит облик столицы. В поле зрения недавно попал Калининский мост. Он был построен еще в 1964 году. В 2014 году на нем поменяли дорожное полотно, но сам мост явно нуждается в реконструкции. А вот пешеходному мосту, Клокревскому лесу, и вовсе требуется полное обновление. Что касается путепроводов, то и здесь неутешительные результаты. Ржавая арматура, деформированный пешеходный тротуар не украшает, к примеру, путепровод по проспекту Мира. Мосты на сегодняшний день предаварийным состоянием, и они требуют капитального ремонта. Но чтобы провести капитальный ремонт, нам надо сначала пройти проектную сметную документацию. Произвести на эти мосты и путепроводы нам требуется 65 миллионов рублей. После этого, после проектной сметной документации, конечно же, город будет стараться включить все эти мосты в программы по безопасной дороге, также мосты и путепроводы. Комиссия по городскому хозяйству будет вести контроль до последнего. Ульяна Питакова, Вадим Владимиров, Республика. Приволжский федеральный округ лидирует в стране по уровню развития студенческого трудового движения. Активно участвует в нем и молодежь Чувашии. Ее инициатива нередко получает финансовую поддержку. Так, с помощью фонда президентских грантов в следующем году в республике пройдет слет студенческих отрядов. Региональное отделение насчитывает более 50 тысяч студентов. Ребята вступают в студотряды с большим желанием. Это отличная возможность найти временную работу, набраться опыта, приобрести необходимые практические знания, примерить на себя разные социальные и профессиональные роли. Наконец, найти друзей в разных уголках нашей страны. Раз в году в разных субъектах федерации проходит слет. В следующем году, благодаря выигранному гранту, такая встреча состоится в Чувашской республике. Для нас это долгожданный слет, потому что ждем мы его с нетерпением. Уже подготовка началась вчера, можно сказать и так. Когда мы ездим на всероссийские слеты, на окружные слеты, у нас есть квотирование. К сожалению, не все бойцы могут прикоснуться к такому масштабному событию. А здесь у бойцов Чувашского регионального отделения, у студенческих трудовых отрядов есть колоссальная возможность прикоснуться к такому крупнейшему массовому окружному событию, которое пройдет у нас здесь в родной республике. Организаторы готовят насыщенную программу. В ней немалое количество разнообразных, интересных и познавательных мероприятий. Творческий тимбилдинг, образовательные мастер-классы, дискуссионные площадки, конкурсы и многое другое. Чувашское региональное отделение уже имеет опыт проведения окружных мероприятий. Например, в прошлом году в Чебоксарах прошла спартакиада студенческих отрядов ПФО. Ваши только вперед! Ваши победы ждем! Инесса Потапова, Александр Атяков, Республика. В столичной школе номер 11 открылся школьный цифровой центр IT-практик-лаб. Проект реализуется на грантовые средства Министерства просвещения России. Технологии не стоят на месте, а их развитие шагает в ногу со временем. Еще пару лет назад уроки по 3D-моделированию и робототехнике были фантастикой. Сейчас это реальность. Занятия в таких информационных лабораториях в корне меняют систему школьного образования. Проектирование и моделирование с помощью цифровых технологий – это прежде всего новое мышление, новый взгляд на привычные вещи. В рамках этого центра у нас сейчас проходят курсы внеурочной деятельности по математическому инструированию и учимся играть на Паскале. Это программирование. Этот проект создает условия для развития детей, для их творчества, для развития инженерной мысли. На сумму почти в 6 миллионов рублей закуплено оборудование по 3D-моделированию, наборы робототехники, мобильный компьютерный класс и интерактивная панель. Одним из самых интересных занятий школьники считают уроки рисования с 3D-ручкой. Сейчас мы проходим курс по 3D-ручкам, мы ими рисуем. Сначала мы рисуем по эскизам, потом эти фигуры высыхают и мы их снимаем с этих рисунков. Получаются маленькие сувениры. Для меня такое впервые, мне очень интересно заниматься такими вещами, сидеть и создавать всякие интересные детали. Благодаря таким занятиям цифровая среда станет для этих ребят привычной и понятной. Взрослым остается только сделать ее максимально полезной, комфортной и безопасной. Последний фактор особенно актуальный. Работа на онлайн-платформах в период пандемии это доказала. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика. Чувашеские продукты участвуют впервые в национальном конкурсе «Вкусы России». Там присутствуют лучшие бренды малых и средних предприятий страны. Республику в конкурсе представляют цивильский пряник местного райпо, шартан, ядринского мясокомбината, мед фирмы «Мелилотус» и козье молоко производства предприятия «Деревенский дворик». Конкурс «Вкусы России» организован миссельхозом страны. Региональные бренды победителей будут продвигать с помощью экосистемы свое родное. Онлайн-голосование продлится до 2 декабря. Проголосовать можно не более трех раз. При этом поддержать можно только по одному бренду из трех разных регионов страны. Сегодня сотрудники налоговой службы отмечают профессиональный праздник. 30 лет назад было образовано Министерство по налогам и сборам. За это время ведомство неоднократно реформировалось, но главную функцию контролировать сбор всех государственных доходов никто не менял. Сегодня специалисты службы не мыслят своей работой без цифровых технологий. Созданы единые центры регистрации и взаимодействия с приставами. Централизовано сопровождение налоговых проверок, досудебное урегулирование споров и обеспечение процедур банкротства. Это позволило повысить администрирование сборов. Службы активно используют инновационные инструменты. Запущен чат-бот, в котором содержится более 46 тысяч запросов с ответами. В этом году налоговики столкнулись новыми вызовами. Службе пришлось оперативно реагировать на сложную экономическую ситуацию и разрабатывать меры поддержки. Более 12 тысяч наших налогоплательщиков получили более 740 миллионов рублей в размере субсидий на выплату заработной платы. На сегодняшний день здесь было показано 48, а уже 53 налогоплательщика у нас получили отсрочку либо рассрочку по уплате налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней на сумму порядка 20 миллионов рублей. Порядка 16 тысяч наших налогоплательщиков, а это и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, которым было предоставлено освобождение от уплаты налогов и сборов и страховых взносов платежей за второй квартал 2020 года на сумму порядка 500 тысяч рублей. Налоговая служба Чувашия в десятке лучших по стране и первая в ПФО. Поступление налогов постоянно увеличивается. Так, за пять лет поступление НДС выросло более чем в 1,6 раза. В бюджет дополнительно поступило налогов порядка полутора миллиардов рублей. Налоговая служба сегодня это, по сути, самая современная с точки зрения цифровой платформы и технологий служба в России, государственная. Вот когда я сегодня прочитал, что цифровая экосистема налоговой службы, сегодня налоговая служба из, так сказать, службы, которая, так сказать, ну, такой вот ближе к правоохранительному органу превратилась в сервисную службу. Для закона послушного налогоплательщика вы создаете все условия, чтобы было удобно заплатить налоги. Лучшим работникам вручили благодарности, почетные грамоты и знаки отличия. В Чувашском национальном музее начала свою работу выставка старообрядцы Чуваши и Среднего Поволжья в 18-м начале 21-го века, приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакуума. В 17-м веке русская православная церковь раскололась на два течения. Во главе одного стоял протопоп Аввакум. Он был самым ярким и влиятельным идеологом старообрядчества, непримиримым противником Никоновской реформы второго течения русской православной церкви. Старообрядчество по сей день существует в России. Больше того, древнеправославие приобретает новых адептов, в том числе и в Чувашии. И в 18-м, и в 19-м веке были в контактных зонах, где проживали русские Чуваши. Переходы именно Чуваши в старообрядчество возможно, как протест против политики имперского правительства по насильственному крещению. Ну, раз вы так, а мы вот так. Но если говорить о современности, то, в общем-то, современность чем характерна? Все вперемешку. И поэтому, в общем, ничего удивительного, когда какие-то представители Чувашской нации переходят в старообрядчество или открывают для себя старообрядчество. Различие между православными и староверами для обывателя в первую очередь в том, что старообрядцы крестятся двумя пальцами и совершают крестный ход против солнца. Однако это далеко не основные особенности древнего верования. Старопечатные и рукописные книги, миниатюры из них, иконы, архивные фотографии, кресты, облачения церковнослужителей в экспозиции музея могут пролить свет на религиозные традиции старообрядцев. На выставке представлены богатые экспонаты 18-20 веков, в том числе такие редкие иконы, как икона Владимирской Божьей Матери 18 века, крест, Голговский крест, деревянный крест, начало 18 или конца 17 века, золотое шитье старообрядческих священников начала 20 века, кадила и другие молитвенные принадлежности, в том числе лестовки в большом количестве. При создании выставки использованы редкие книги Национальной библиотеки Чувашской Республики, Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки и из частных коллекций. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. Сегодня в Чувашском государственном театре оперы и балета стартовал международный оперный фестиваль имени народного артиста СССР Максима Михайлова. Этот год для культурного форума юбилейный, фестиваль пройдет в 30-й раз. Праздник музыкального искусства открылся премьерным показом оперы Капулетти и Мантеки итальянского композитора Винченцо Беллини. Это интерпретация знаменитой трагедии Уильяма Шекспира, Ромео и Джульетта. Действие происходит в Вероне в 13 веке. Лирическая трагедия в четырех частях рассказывает о двух враждующих семьях. Разговор идет о дьяволе и черте, о белом и черном, о любви и смерти, и победе любви над смертью. Вот такие проблемы, которые поднимаются в опере у Шекспира. Я пытаюсь их рассказать. Я очень рад, что наконец-то мы... еще раз я прикоснулся к Шекспиру. Это были главные новости пятницы 20 ноября. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok